и мои вещи все началось я шучу я все говорите а что говорит задайте глупый вопрос как я дошел до этого дошли до жизни я короче я был на мусорке у солдат на свинарнике нашел дулю такую деревянную и у меня мозги слетели с этой дули как ее можно сделать я начал резать по дереву а потом как бы начал как сразу пошло это у меня как бы видать программа туда сверху что так близко я нормально отличность значит вот начали резать по дереву не родители никто никто думали шалости гульня и буду 14 лет я резал в армии резал по дереву с армии пришел грубо говоря капитализм начался советский союз вот как бы горбачев я открыл фирму 24 года сначала поехал по договорам то есть у нас колхозы совхозы я начал делать дома культуры в дикую бригаду шабашника попал не обучили лепки я взяли как скульптора допустим то есть у меня были понятия объема и резьбы по дереву перешел я на гипс потом сразу же первая работа у меня была по бетону это памятник погибшей воины сделал пятиметрового солдата но даже не знал как лепить я по бетону вырезал до сих пор этот памятник стоит в колхозе есть такой колхоз там херсонской области ну короче там у меня там жена теща я как бы вот они колхоз попросил мне это сделать на конях не привезли цемент марка 300 до сих пор это живое все ну и колхоз не купил машину тройку как бы вот это я в не в 25 лет я как бы сделал такой потом попал по другим колхозом начал делать детские городки то тоже херсонской области там село там новый береслав был такой интересный директор шкуропат очень умный хлопцы чудить я отвечаю за все там делайте что хотите вот будем быть такая ситуация потом я открыл фирму 50 человек рабочих ну короче я там сбрендил с ума там и магазины пошли кузня пошло пошли допустим у меня станки и оборудование но мне исполкомы мэры поддержали в любом месте заходил и одновременно оформлял 20 детских садов то есть в трех городах но потом советский сад рухнул и бляха все кончилось вот коммунисты вроде бы не бездор были ну с этими бездорами ну я просто работал на на государство на на все работа пришли умные капиталисты и все превратили в жопу потом пришло время капиталисты нажрались и опять начали поддерживать меня уже частный как бы капитал и государство стал не нужен то есть я стал работать будем говорить на капиталистов то есть ну как ну с одной стороны это легче проще ну насколько это правильно допустим вот мы сделали человеку дачу допустим я ему дом строил потом люди сказали открывать двери бляха мы хотим это смотреть потому что говорю ну володя поставь 100 рублей дороги будем делать за за эти деньги и вот как бы вот такой проект как вихляндия стала существовать на народные деньги сейчас уже губернатор приехал и ну короче нам полностью поддержку и как бы вот 10 лет пошло на то чтобы как бы сдвинуть этот проект сейчас у меня объекты и на канарах мурманск севера будем как-то великий усюху деда мороза там москва дубна крым киев то есть там десятки городов допустим то есть 30 лет или там уже 45 лет и настройки все дети у меня три дочки три зятя дочки с 7 класса забрал купил и диплом тебе не надо учиться ты уже все умеешь я на ней зарабатывал деньги было камень стоил по